Доброе утро, Арнольд! Вижу, день не сразу задался. Никогда не думал, что скажу это, но мне тебя очень жаль, Арнольд. Я знаю, кто может тебе помочь. У доктора Джо есть секретный состав, который способен погасить любую боль. Но для вас, рыжих, анестезии нужно больше, чем обычным людям. Это все из-за гена, который дает такой цвет волос. Наше тело состоит из огромного количества клеток. Для того, чтобы они могли взаимодействовать, существуют специальные белки в клеточном мембране. Ионные каналы. Ионные каналы – это настоящие врата чувств, благодаря которым мы можем ощущать тепло и холод, запах и вкус, а еще испытывать боль. Ты можешь в большом количестве есть шоколад. Научно доказано, что именно шоколад может вызывать головную боль. Пожалуй, Арнольд, этот дебют тебе к лицу, и ты больше никогда не почувствуешь той физической боли, которую мне приходится тебе наносить. Но рано радуешься, дружок. Боль бывает еще и эмоциональной. Поэтому держись. Например, такой, как от неразделенной любви. Такую боль испытывают люди, которые обналичили свой биткоин в 2015-м. Арни, друг, не вешай нос. Ты же не чувствуешь боли, и это может только подчеркнуть твою индивидуальность. Можно, например, вшить себе в лоб бриллиант, как это сделал рэпер Лил Узелент. В мире есть люди, которые не чувствуют боли. Это следствие дефектогена SCN9A. Такие люди отличают холодное от горячего и чувствуют прикосновения. Но вот болевой сигнал не проходит. Арнольд, неужели ты собрался выйти в ринг и отомстить парню Тагаи за тот поцелуй? Запомни, Арнольд, не чувствовать боли это еще не означает, что ты бессмертен. Проводить такие опыты над людьми незаконно. Однако в 2018 году в Китае уже родилось два генно-модифицированных младенца с запрограммированным иммунитетом ВИЧ. Мы в секретной лаборатории Пентагона. Тут в основном выводят ГМО-солдат. Современная методика CRISPR-Cas9 позволяет вживлять ДНК одного организма в ДНК другого. В домашних рыбок ГЛО-ФИШ ген Медузы вставили для свечения. Овощи модифицируют для дольшего хранения и вкусовых качеств. Что же насчет тебя? Хочешь стать выше? Возьмем ген Майкла Джордана. Уберем тебе ген потовыделения, чтобы ты перестал быть таким вонючкой. И... знакомьтесь! Арнольд 2.0 Началась новая жизнь. Без фотоотделения. Люди в автобусе больше не будут от тебя отсаживаться. А соседская бабка перестанет обзывать тебя мелким рыжим девственником. Теперь ты длинный рыжий девственник. Да, сейчас генная инженерия несовершенна. Но за ней будущее. Уже скоро появятся дизайнерские ГМО-младенцы. У преступников можно будет удалить ген жестокости. Это новый этап эволюции. Сладких снов. Арнольд 2.0 Эй, что происходит? Арнольд, ты что, украл инъекции из лаборатории? Что? Ты хочешь вколоть себе ген клубники, чтобы хорошо пахнуть? И ген корги для идеальной попы? Не делай этого! Остановись! О, боги! Я ошибался. Генная инженерия опасна не только для организма, но и для целого мегаполиса. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем! Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился. Волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Плохая погода — это не повод для выходного. Не хочешь идти на работу? Тогда предлагаю поработать лежа в кровати. Когда в НАСА изучали воздействие невесомости на человека, они заплатили 18 тысяч долларов добровольцу, который пролежал 70 дней. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Парни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежние — это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина! Хорошие новости, Арнольд! Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. 370 дней в кровати. Выглядишь неважно. Каждый день ты терял 5% мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лежа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра. Ты куда пропал? Арнольд! Арнольд! Что? Ты побил этот рекорд? Как тебе удалось? Ты намазал веки суперклеем? О боже, это же очень опасно! Моргание необходимо, чтобы смазывать твои глаза влагой. Наши слезные железы содержат антитела, лизоцимы и электролиты. Без них глаза станут беззащитными. Так что, боюсь, ты не сможешь долго восхищаться своей грамотой. Мельчайшие частицы в воздухе начнут оседать на глаза и царапать их. К тому же, чем дольше не моргать, тем сильнее хочется это сделать. Арнольд, есть один секрет. У моргания есть еще одна функция. Оно разделяет полученную тобой информацию и обновляет твое внимание. Это значит, что чем интереснее дело, тем меньше хочется моргать. Попробуй отвлечься на что-нибудь успокаивающее. Да, думаю, старое доброе черно-белое кино подойдет. Существует три вида слез. Рефлекторные, эмоциональные и базальные. Из-за того, что твои глаза высохли, слезные железы пытаются восполнить недостаток влаги. Но фильм тоже неплох. О нет, кто же знал, что режиссер поставит тут ядерный взрыв? Арнольд, как ты себя чувствуешь? Яркий свет причиняет тебе боль. Зрение садится. Это признаки конъюнктивита. Это нужно лечить. Само оно не пройдет. Будь осторожен, читая инструкции к лекарствам, Арнольд. При зрении плюс пять читать очень трудно. А вот при близорукости в минус пять у тебя возникнут проблемы с рассматриванием объектов вдали. Дамы, перестаньте. Он ничего не видел. Арнольд, Арнольд, очнись. Похоже, тебя побила охрана аптеки, и ты потерял все свои вещи. Я бы не задерживался надолго в такой антисанитарии. У тебя нет сил идти. Похоже на симптомы аденовирусного конъюнктивита. Так бывает, когда на сетчатке появляются разрывы, и сквозь них проникает вирус. Арнольд, вставай! У тебя начнутся гнойники и отслоение сетчатки. Ты можешь навсегда ослепнуть. Видишь эти ореолы свято вокруг? Слава богу. Похоже, кто-то вызвал врачей. Что опять не так? Ох, Арнольд, кто-то вчера хорошенько повеселился. Уверен, что в твоей голове такой же беспорядок, как и в комнате. Что, совсем ничего не помнишь? Арнольд, неужели вчера ты впервые стал настоящим мужчиной? Поздравляю тебя, мужик. Это твоя первая алкогольная интоксикация. А вот и первые неприятные последствия нового знакомства. Арнольд, как насчет того, чтобы выпить за знакомство? Ну, понятно. Ой, Арнольд, неужели ты захотел сделать себе напоминание об этой встрече на всю жизнь? Зато потом будет о чем рассказать друзьям. Как видишь, последствия алкогольной интоксикации приводят не только к минусу твоего здоровья, но и к минусу на банковской карте. О, в щедрости вчера тебе не было равных. Ты был прям королем вечеринки. А где же твой зуб? Вспоминай. Арнольд, ты не знал, но чрезмерное употребление алкоголя приводит к неоправданной агрессии. А за такое можно хорошенько поплатиться. Я зуб даю. Вот ты нашел выход. Пора принять аспирин. О, нет. Походу, ты так и не пополнил свои запасы в аптечке. Сегодня прям все беды на твою голову. Минеральная вода просто чудодейственная штука. Тебе просто необходимо пополнить водный баланс в своем организме. Это что еще за джакузи? Понимаешь, что после вчерашнего ты бросил пить. Но не в воду же. Но не думал же ты, что будет так просто избавиться от интоксикации. Кто-нибудь позвоните Спилбергу. У нас есть новый сюжет для его челюсти. Что такое, Арнольд? Звонишь в службу спасения? А, ты решил пополнить свои силы вкусной пиццы. Но ты не учел одного. Перегар. Это продукты распада этанола, которые появляются в организме после того, как за его переработку взялась печень. Один из них — уксусная кислота. Имеет весьма противный душок. После еды так и тянет на сон. Привет, вертолеты. Увы, но о сне можно забыть. После приема алкоголя функции мозжечка нарушаются. Как только ты закрыл глаза, ему перестает хватать данных для ориентации в пространстве. И он начинает передавать битые данные в кору головного мозга. Я вижу, ночная пивная вечеринка удалась. Не забыл, что утром у тебя конференция ютуберов с IQ ниже 60? Если опоздаешь, карьера окончена. На туалет нет времени. Терпи. Мочевой пузырь комфортно удерживает 150-200 миллилитров жидкости. Но после 400-500 миллилитров чувствуется давление. Ты наверняка выпил больше. Босс очень зол. Вряд ли он отпустит кого-то выйти. Сейчас жидкость впитывается в почки и опускается по мочеточникам в твой мочевой пузырь. Он напряжен, удерживая мочу с помощью мышц. Не рекомендую тебе смеяться, чихать или кашлять. Это может ослабить мышцы и произойдет протекание. Ура! Босс объявляет перерыв. Ты спасен! Обычный человек писает 6-8 раз в день. О-оу, не повезло. В древние времена правила приличия позволяли мочиться прилюдно. Разделение туалета на женский и мужской произошло только в 1792 году. Ну все, перерыв окончен, Арнольд. Сейчас твоя очередь вести презентацию. При длительном удержании стенки мочевого пузыря могут растянуться для удержания большего количества влаги. Однако это опасно. Бактерии и кислоты, содержащиеся в моче, могут подняться обратно в твои почки, что вызовет цистит или пелометрит. Все одобряют твое недовольство политикой компании, Арнольд. Держись! Осталось всего лишь 50 докладов, и ты будешь свободен. Ну вот и все. Пора домой. Арнольд, советую не делать резких движений. При полном заполнении мочевого пузыря возможен его разрыв. Ты почти дома. Осталось только потерпеть утренние пробки. Двигайся медленно. О нет, кажется, идет твой сосед, который любит обнимать всех при встрече. Арнольд, берегись. Ты решил есть только острую пищу, чтобы стать как любимый жгучий серфер? Тебе предстоит адская работа. Супер-острые перцы, гига-острые чипсы с васаби, крылышки из KFC. Ох, Арнольд, был бы ты осторожнее. Во всех продуктах за остроту отвечает капсайцин. Он воздействует на вкусовые рецепторы, создавая ощущение ожога. Это вызывает выброс адреналина, повышает сердцебиение и температуру. Острая еда быстрее утоляет голод и увеличивает расход энергии. Это способствует похудению. А переизбыток острова провоцирует гастрит. При регулярном употреблении ощущение остроты притупляется. Арни, ведь это твой шанс. Конкурс по поеданию перца, где будет сам жгучий серфер. Итак, твои соперники. Мексиканец и сам дьявол. А есть вы будете самый острый перец в мире. Каролинский жнец. Да хранит вас Господь. Острая еда не вызывает болезни желудка. Их причина – вредные бактерии, которые попадают в организм с сырыми продуктами. Если болезнь не прогрессирует, то остренькая даже помогает предотвратить распространение бактерий. Но помни, если от острого тебя пучит, то минимизируй его употребление. Улыбайся, Арнольд. Ведь острые блюда способствуют выделению гормона счастья. После контакта с перцем ни в коем случае не три глаза. Получи шажок слизистый. И не пытайся запивать водой. Она усилит жжение. Поможет молоко. Лимонная кислота, содержащаяся в молоке, лимоне или апельсине, смоет капсоцин с рецепторов и подарит облегчение. Давай, Арни, ты сможешь! На тебя смотрит кумир. Вот так! Поздравляю, Арнольд! Ты стал добровольцем для испытания пули непробиваемой кожи. Вау! Ты еще жив, Супермен? Значит, опыт прошел успешно. Кажется, эти ребята довольны. И хотят повысить ставки. Этот гранатомет выпускает гранату из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Ее взрыв пробивает 50 сантиметров стальной брони. Тут нужна кожа посерьезней. Например, из фуллерена. Это самый прочный материал известной науки – аллотроп углерода. И он в 200 раз крепче самой прочной стали. Поздравляю! Твоя кожа из фуллерена смогла выдержать выстрел из РПГ. Чего, конечно, не скажешь о твоем мозге. Ударная волна превратила его в желе. Но, к счастью, ты в суперсекретной лаборатории. Правильно, Арнольд! Идеальное время для побега! Ведь теперь никакое автоматическое оружие не может нанести тебе никакого урона. Тебя невозможно задушить или даже сбить на машине. Но сил у тебя у клипика-то не добавилось. Зато для жу появились настоящие стальные нервы. Но проблема в том, Арнольд, что тебе придется до конца жизни скрываться, чтобы никто не узнал, что твоя кожа... Стоп, что? Да, Арни, вижу, ты на все готов ради лайков. Ну, делай как знаешь. Я вижу, ты решил устроить себе настоящий тропический рай. Не думаешь, что пальма из гостиной – перебор? Ладно, вот тебе еще немного еды, напитков и новых друзей, уточек. Веселитесь! Как насчет полезных пузырьков? Гидромассаж способен имитировать физические упражнения, такие как приседания, подтягивания или отжимания. При вибрации мышечные волокна сокращаются и тем самым увеличиваются в объеме. А уже за 30 дней они достигнут своей максимальной силы и выносливости. Тебе, лентяю, такое точно понравится. Арнольд, впервые вижу тебя таким счастливым. Что ж, предлагаю продолжить эксперимент. Я закрою тебя в ванной на 30 дней. Но с одним условием. Я отключаю воду и оставляю столько еды, сколько у тебя есть сейчас. Да, надо было не так обжираться. Если 30 дней не вылазить из ванной, кроме бактериальной инфекции кожи и отслаивания ногтей, у тебя будет два варианта. Либо полная антигидратация организма и потеря 1,3 галлонов воды, либо гипергидратация. Когда организм получит больше воды, чем нужно, что приведет к отеку головного мозга. Арнольд, ты очень быстро расходуешь пищу и воду. Из-за длительного нахождения в воде твоя кожа, как ни странно, станет сухой и потрескается. В такой воде получить кожную инфекцию очень просто. Только прошу, Арнольд, не смотри на свою руку. Чтобы провести 30 дней в ванной, попивая коктейли, твоя кожа должна быть как у тюленя. Ведь у него на 20% больше подкожного жира, чем у человека. Что дает хорошую водонепроницаемость и защиту. Но теперь, став одним из разносчиков опасных кишечных паразитов для людей, вряд ли тебе будут рады на такой вечеринке. Арнольд, ты меньше всего похож на тюленя. И не пригоден к водной жизни. Несмотря на то, что в ванной теперь рай для растений. Твоя пальма расцвела. На потолке растут грибови. А в унитазе, похоже, проросли семена пшеницы. Тебе нечего есть и пить. Нет, только не говори, что собрался пить эту воду, полную микробов и твоих волос. И не говори, что я тебя не предупреждал. Думаю, тебе стоит узнать побольше о предстоящей операции. Впервые удалось пересадить голову одной собаки на тело другой, Чарльзу Гатри, в 1908 году. Вторая голова была пришита к шее целой собаки и перевернута челюстью вверх. В 1950 году Демихов добился полного функционирования второй головы и пересадил 20 голов с передними половинами собак. А затем была обезьяна, которая после операции даже пыталась укусить одного из врачей. В 2013 году Серджо Канаверо объявил о планах пересадки человеческой головы. Оценочная стоимость — 12 миллионов 800 тысяч долларов. В 2017 под его руководством трансплантировали мертвую человеческую голову на труп. А тебе идет! Теперь пора репетировать ваш номер. Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь эти прекрасные головы. Тебе нужно будет джонглировать, пока ты едешь на одноколесном велосипеде с трамплина через горячие обручи. Кажется, им не нравится, что ты такой бестолковый. Постарайся не мешать профессионалам управлять твоим телом. Все, что от тебя требуется, это не испортить номер. Звездный час настал. Грандиозная премьера. Все взгляды устремлены на вас. Сегодня вы главный номер в шоу. Ни пуха, ни пера, Арнольд. Ты отлично справляешься. Еще чуть-чуть и... Это что, Дагая пришла на тебя посмотреть? Нет, нет, не отвлекайся. Не отвлекайся, только не сейчас. Вот дурак. Ты опозорила себя и братьев Труль. Нашелся, джентльмен. Это был величайший провал. Теперь, Арни, ты будешь есть только сырое мясо, как хищное животное. Чувствуешь, как сразу повышается уровень агрессии и адреналина? Переживать мясо будет сложно. Зубы человека для этого не приспособлены. Лучше порежь его на мелкие кусочки, как это делали древние монголы. Самое известное блюдо из сырого мяса – тартар – названо в их честь. Без круп, овощей и фруктов прекратится поток глюкозы – топливо для организма. Чтобы обеспечить его энергией, печень начнет перерабатывать запасы жира. И ты начнешь терять вес до 5 килограммов в неделю. А мускулы будут обезвоживаться и сохнуть. Поэтому мясная диета популярна среди голливудских знаменитостей и супермоделей. Уровень холестерина в крови повысится, и ты окажешься в зоне риска сердечных заболеваний. В кишечнике образуется остаток из аминокислот. Он смешается с кожными бактериями и приведет к появлению отвратительного запаха тела. Сырое мясо населено опасными микроорганизмами, такими как и коли, сальмонелла и листерия, которые вызывают диарею, рвоту и тяжесть в желудке. Но когда организм привыкнет к такому питанию, ты испытаешь невероятный прилив энергии и физической силы. Причина этого – повышение уровня тестостерона и витамина D. Сам Брюс Лим ел смузи из сырого мяса во время подготовки к соревнованиям. Наши доисторические предки ели сырое мясо. Но их жизнь изменилась, когда они приручили огонь и научились готовить. Это сократило переваривание пищи в три раза. Энергия поднялась от желудка в мозг, что привело к когнитивной революции, появлению абстрактного мышления и речи. А в дальнейшем – в современной цивилизации. Так что кушай, Арни, кушай. Люди проводят в среднем одну треть своей жизни во сне. Сон необходим для восстановления организма. Именно благодаря ему из мозга удаляются токсичные вещества, накопившиеся в течение дня. И чтобы не тратить это время зря, стример «Эйжен Энди» спал в онлайне. И за одну ночь заработал на донатах 16 тысяч долларов. Кажется, кто-то ломится к тебе в дом. Трожище! Арнольд, кто это? Они не похожи на твоих друзей. Поздравляю, у тебя снова неприятности. Типичный Арнольд. Способен накосячить даже во сне. Что это за странное место? Похоже на общежитие не самого лучшего университета. Похоже, что ты можешь стать звездой нового реалити-шоу. Но это слишком хороший вариант для такого неудачника, как ты. Откуда у них оказались досье на вас всех? Даже мне уже становится страшно. Упс, видимо, ты сюда попал по ошибке. Что же они хотят от тебя? О-оу, мне это все не нравится. Арнольд, неужели тебе не удалось заснуть? Сутки без сна приводят к головным болям. В ушах появится шум и нарушается память. Тебе нужно поспать. Считается, что в среднем человек может выдержать не более пяти дней без сна. Дальше начинается настоящее испытание. Появляются зрительные и слуховые галюцина. Первый мировой рекорд, который установил 17-летний Рэнди Гартнер. Он не спал 11 дней. Но потом его побил Роберт Макдональд, не спавший 19 дней. Но представители Книги рекордов Гиннесса не засчитали его. А признали подобные эксперименты очень опасными для здоровья. Ты единственный, кто остался. Мне это все напоминает одну легенду о советских ученых. Они поместили пять людей на 15 дней в одно помещение со стимулирующим газом, который не давал им заснуть. Ты свободен. Представляю, как тебе хочется домой и хорошенько выспаться. Но мне кажется, тебе предстоит еще 30 дней без сна, чтобы добраться до ближайшего города. Удачи, Арнольд. Ты что, продал свою ванну? Зачем? Это все ради покупки приставки. А знаешь, Арнольд, врач Джеймс Хэмблин доказал, что можно не мыться на протяжении пяти лет. Давай устроим из этого челлендж. На поверхности нашей кожи обитает огромное количество бактерий, которые образуют микробиом. Говорят, если долго не пользоваться мылом, баланс микробиома наладится сам по себе. Правда, если ты не будешь мыться дня три, придется потерпеть зуд. Не расстраивайся, поди проветрись. Очевидно, после нескольких дней без душа ты начал плохо пахнуть. Отличная идея купить кучу дезодорантов. Всеобщая модная ароматические средства для тела появилась в средневековой Европе. Тогда люди мылись только два раза в жизни, когда рождались и когда умирали. Неприятный запах ушел. Однако чересчур частое использование дезодорантов может вызвать аллергию и одышку. А соль и алюминия, входящие в их состав, могут даже привести к развитию раковых клеток. Помимо бездомных и в наше время в мире есть люди, которые моются очень редко. Это жители Крайнего Севера, Эскимосы и Чукчи. Чувствуешь себя отбросом? Постоянная немытость приведет тебя к потере самооценки. Если бы у тебя была девушка или друзья, Арнольд, они бы от тебя отвернулись. Куда ты собрался, Арнольд? Ох, надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Арнольд, вот ты где. Решил переехать к Чукчам? Поздравляю, ты теперь в клубе нелюбителей принимать душ. Плюс ко всему челлендж окончен, и твой микробиом пришел в баланс. Вау, несмотря на немытость, кожа стала мягкой, свежей, а прыщи ушли. Ну, что это? О, нет. Похоже, сегодня у Чукч праздник. Обряд купания. Сперва они накидывают на себя всю имеющуюся одежду и сильно потеют. После этого скребут кожу костяными скребками. А в конце смазываются жиром нерпы. Арнольд, сейчас тебя искупают в лучших традициях Крайнего Севера. Далеко не убежишь. Тебя наверняка найдут по запаху.